В этом году в Сарове произошло два ДТП с участием детей-пассажиров. В одном случае ребенок был не пристегнут, специальным удерживающим устройством получил телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД систематически проводят профилактические операции, чтобы выявить на дорогах нашего города водителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Это использование детских удерживающих устройств, использование ремней безопасности. Вот именно детское кресло, в таком понимании, как мы его сами понимаем, оно способно ограничить ребенка от нанесения каких-то телесных повреждений в результате дорожных происшествий, либо значительно их снизить. Зачастую сотрудники ГИБДД сталкиваются с тем, что водители не понимают необходимость соблюдения всех правил перевозки детей. Детское удерживающее устройство должно соответствовать росту и весу ребенка и быть сертифицировано. Понятно, что купить за 200 рублей накладку на ремень и считать, что его миссия как водителя выполнена, это в корне неверно. Такая накладка, как так называемая треугольная безопасность, абсолютно не обеспечивает безопасность. А далее даже наоборот, при каком-то столкновении, при ударе о ремень, ребенок может получить повреждения внутренних органов. Еженедельно дорожные полицейские выявляют до 20 нарушений правил перевозки детей в нашем городе. Причины пренебречь безопасностью своих главных пассажиров самые разные. Некоторые говорят, что кресла просто нет и приобретать его не собираются. Кто говорит, забыли в другой машине, кто-то говорит, машине жены забыл, машине мужа оставил, машине дедушки и бабушки. Причины совершенно разные. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что штраф за нарушение правил перевозки детей – 3000 рублей. За эти деньги можно подобрать автокресло или бустер, который обеспечит безопасность ребенка в дороге. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.